За последние дни с полок российских магазинов резко пропал сахар. Такая же ситуация, например, с гречкой и мукой. Многие покупатели попросту не могут приобрести товары. Там, где продукты еще есть, существенно подскочила цена. Цены поднялись очень сильно. Молоко, сметана не стало брать. Думаю, ладно, обойдусь я старым. Вот сейчас хотела гречную крупу купить, там все прилавки пустые. Видать, опять наценку ждут. И мы все думаем о том, что в принципе урожай-то старый, но это еще нет. Поэтому по идее надо бы цены-то в этом смысле держать. Держать цены обещают и работники продуктового магазина. Так стоимость килограмма песка здесь осталась прежней – 60 рублей. При этом во время нашего визита сотрудники вывезли в зал новые палеты с песком. У нас не пустые полки, просто не выкладываем. Остается на палете товар, потому что тут же разбирают. У нас как бы в магазине сильный рост цен не может, потому что люди тогда просто уйдут. Однако удерживать цены получается далеко не везде. Например, в Михайловском районе сахар, который еще недавно точно так же стоил 60 рублей за килограмм, теперь продают по 100. В Краевом управлении пищевой промышленности успокаивают. Черемновский сахарный завод выработал более 120 тысяч тонн сахара. Примерно 125 тысяч тонн было выработано. По идее, этого объема сахара должно хватить до начала переработки нового урожая. Никаких сбоев по отгрузке сахара нет. Сахар отгружается в соответствии с договорными отношениями. Просто предприниматели не успевают привозить его, так как население начало гораздо больше покупать сахара и делать большие запасы. Также на ситуацию обратила внимание федеральная антимонопольная служба. Сотрудники предупредили производителя о недопустимости срыва поставок и росте цен. При нарушениях ведомство обещает сразу принять меры. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. Продолжение следует...